Добрый день, дорогие братья и сестры! Продолжу рассказы Порфирьиковского левита о болезнях и о чудесных исцелениях. Как-то раз он рассказывает, ко мне пришла одна монахиня, заметив у нее на руке опухоль величиной с грецкий орех. Я сказал ей, давай я покажу тебе профессору. Тогда отец Порфирьиков служил в храме при поликлинике. Я пришла сюда не для того, чтобы показаться профессору, но чтобы повидать вас, Геронда, ответила она. Геронда благословила ее, перекрестила руку и отослала обратно в монастырь. Вскоре опухоль рассосалась. Во время исповеди одной женщины, Геронда рассказывает, моим душевным мочам было открыто, что у нее рак груди. Ты здорова, спрашиваю я ее, кто-то есть? Да, Геронда, но я стесняюсь сказать о своей болезни. Иди сейчас в такой-то кабинет, это здесь рядом, к такому-то врачу и попроси его от моего имени, чтобы он осмотрел тебя, а затем возвращайся и расскажи мне о результатах. Когда она вернулась, то сказала, что у нее действительно обнаружили раковую опухоль. Врачи отправляли эту женщину на обследование, и через три дня она должна была лечь на операцию. Тогда я опустился на колени, сказал ей, чтобы она тоже стала рядом и велела творить про себя молитву. Я тоже стал молиться про себя. Затем, осенил эту женщину крестным знаменем, я согласно рекомендации врачей, отослал ее на обследование. Когда спустя три дня она пришла на операцию, то оказалась совершенно здоровой. Опухоль бесследно исчезла. Врач, сам не свой, спускается ко мне в храм и говорит, «Геронда, что такое сделал этой женщине, что она стала совершенно здоровой? Если бы три дня назад я своими глазами не видел эту опухоль и своими руками не прощупал ее, я бы ни за что не поверил, что она у нее была». «Много видит мои глаза», – закончил старец. «Множество чудес, благодать Божья действует по вере людей. Верь, что и в наше время случаются чудеса, потому что Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Я ждал тебя. Ты не поверила не только моим словам и уверениям, но даже и моим молитвам». «Ну что с тобой будешь делать, благословенные чады?» – говорит Геронда. «Ты прервала свой отпуск, который так тебе необходим и спешно приехала, чтобы повидать меня, говорить, что мои молитвы не достигали до тебя и поэтому ты пришла сюда». Такими словами «Встретил старец одну студентку, желая таким образом показать свое неудовольствие тем, что она так маловерна». Затем он сказал «Вот теперь расскажи мне, что тебе сказали проводившие обследование врачи?» «То же самое, что и говорили вы, Геронда. Дело плохо, это рак». Тут она разрыдалась. «Что ты плачешь? Где твоя вера в Бога?» «И даже забыла то, что я говорил тебе по телефону?» «Или, может быть, в твоей головке зародилась мысль, что раковая опухоль сильнее Бога?» «Если так, то ты делаешь большую ошибку. Нет ничего превыше нашего Господа. Он и только Он над всем. От Него зависит все. Итак, хва и слез. Я хочу видеть своих детей не печальными и несчастными, а радостными и счастливыми. Но давай я, как обещал, прочитаю тебе молитву, и тогда ты увидишь, как быстро твой здоровье пойдет на поправку». Так и случилось. Отец Порфирий начал читать молитву, что займ от достаточно много времени, одновременно осединяя крестом вместо опухоли. Старец с такой силой прикладывал крест к больному месту, что он даже оставлял на коже видимые отпечатки. Его вера была так сильна, что результат неизбежно должен был оказаться положительным. По окончанию молитвы отец Порфирий получил от Бога извещение. Его святой лик весь светился от радости. Его прошение было услышано. Великий Бог, в Которого он так сильно верил, Которому поклонялся, и Которому с такой самоотверженностью служил не одно десятилетие, презрел на его горячую молитву и совершил великое чудо. Болезнь была побеждена. Сейчас мы видим монастырь Касапитра, и по левой стороне находятся мощи Порфейня Лампса Акийского, который при жизни больше 16 чудес совершил, и ему молятся при исцелении онкологических болезней, и довольно много результатов. Если лицом стоять, как картинки, то по левую руку находится его икона и та же часть его мощей. И дальше оце Порфирии расскажу. В один миг больная стала здоровой. Старец заглянул ей в глаза и тут же заметил в них перемену. Вместо слез не засветилась радость, вместо отчаяния в них заняла надежда. Угрюмость уступила место улыбки, болезнь здоровью и, наконец, смерть жизни. Действительно, сколь были прекрасны плоды веры. А что стало с опухолью, которая была уже размером с яйцо? А смелился я спросить, когда рассказ был закончен. А ты что думаешь? Я вас спросил, а я спрашиваю тебя. Но что ты хочешь? Она почти пропала, исчезла, улетучилась, ушла туда, откуда и пришла. Через несколько дней нельзя даже было понять, на каком месте она была. Ты знаешь, какой наш Бог? Кто Он? Создавший все и изменяющий все по своему изволению. Верно, так и есть. Благословение мое да пребудет с тобою. Однажды отец Порфирий сказал, когда я был молодым, то просил Бога дать на раковую болезнь, чтобы я мог срадать из любви к нему. Как-то зимой старцы послали меня за улитками. Шел снег, я четыре часа собирал этих улиток. Мокрый, холодный, как лед, мешок с ними висел у меня за плечами. Так я заболел плевритом. У нас в келье не было ни хорошей пищи, ни лекарств. Я весь высох, остались только кожи до костей. И говорю старцам, что я так умру. Вскоре издалека приехал мой брат. Он положил мне на спину вытяжной пластырь. Знаешь, что такое? Нет, не знаю. Это квадратный кусок кожи. Его приклеивают к спине в том месте, где имеются скопления жидкости. Этот пластырь вбирает в себя всю жидкость от плеврита и разбухает, как губка. Через неделю этот пластырь ножницами остригали по краям вместе с кожей. Мои страдания были ужасны. От боли я пел, от многих моих грехов. Затем на рану уложили пастырь на основу воска. Этот пластырь собирал гной. Его часто меняли. Каждая смена – новое страдание. Поскольку я нуждался в усиленном питании, старцы меня послали на месяц в Афины. Поправившись, я немедленно вернулся назад. Но вскоре снова разболелся. Тогда я поехал в Афин на два месяца. Вскоре после того, как я здорово вернулся назад, болезнь снова свалила меня с ног. В конце концов старцы посоветовали и решили окончательно отослать меня из кельи. Проливая потоки слез, я попрощался с ними. Второй послушник старцы провожал меня до корабля. Да, мы оба все время плакали. Отец, говорил я ему, не плачь, я вернусь. Дитя мое, говорил мне в свою очередь, не плачь, Пресвятая Богородица вернет тебя назад. Как-то раз спросили отца Порфирия. Часто люди исцеляются даже от неизлечимых болезней. Как это происходит? И на что он ответил? По вере. Мы спросили снова, что знаешь по вере? Старец сказал нам, когда больной пренебрежет медицинскими познаниями врачей и возложит все на Бога. Тогда он побуждает промысл Божий взять на себя заботу о его исцелении. И таким образом он выздоравливает. Однажды пришла ко мне женщина, у которой был рак груди, и говорит, я никому не буду обращаться, ни к врачам, ни к кому-либо еще. Воля Божья, да будет. Ты говори, ответил ей, если у тебя такая вера в Бога, то врачи тебе не нужны. Когда после обследования врачи сказали мне, что у меня рак, я обрадовался и сказал, слава тебе, Боже, слава тебе. Прошло столько лет, а ты не забыл мои просьбы. У меня опухоль вот здесь, в гипофизе. Она растет и дает на оптический центр. Поэтому у меня стало падать зрение. Одним глазом немного вижу свет, а другим вижу людей. Но лица уже не разбираю. Визжились силуэты. Языг у меня стал несколько толще и длиннее. Так что он же мешает мне во рту, и у меня изменился голос. Боли бывают страшны, когда вооружаюсь терпением и начинаю молиться. Но при очень сильных болях даже молиться становится невозможно. Однако я не ропщу и не жалуюсь, и уповаю только на Бога и на Его промысел. За всем распланирую с вами, дорогие братья и сестры. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал, пишите, звоните. Все из-за описания. Ватсап, Вайбер, Телеграм работают постоянно. И старайтесь туда писать, а не в комментариях имена, о ком помолиться. И прочие просьбы мира и любви вам, дорогие братья и сестры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!